Азербайджан Добрый день. Азербайджанская республика Господин Бабаев, первый вопрос по поводу сотрудничества производственного объединения Азербайджан и итальянской компании ТЭКНИП. Оно перешло на новый уровень, был подписан ЭПС-контракт. Чего вы ждете от соглашения? Я вам скажу, что до подписания контракта предшествовала очень большая работа по выбору этого подрядчика, этого партнера, потому что немногие компании в мире способны проводить подобные виды работ. Они достаточно сложные по модернизации существующих производств. Компания ТЭКНИП – это одна из ведущих компаний в этой области. Контракт подписан 5 ноября прошлого года, но определенные работы были начаты уже до подписания этого контракта другими предконтрактными определенными работами. Да, работы по нему уже начались достаточно большими темпами. Они идут, начиная от проектных работ, заканчивая уже физическими работами на территориях, земляные работы, подготовка территорий для строительства новых объектов и модернизации старых. В частности, по некоторым позициям это будут уникальные работы. Они будут на действующих производствах, практически на тех же площадках, и возводятся новые установки. Новые установки там строятся. Поэтому по сложности и по совместимости работы с действующими производствами достаточно будет очень много интересных и уникальных процессов, задачи, которые перед нами поставлены. Это уже к концу 2018 года. Большая часть работы должна быть выполнена, и наша компания должна поставить потребителям необходимые, оговоренные контрактными обязательствами объемы сырья для их производства. Работы идут, скажем, практически по всем направлениям. И я вам скажу, что поделены они на три этапа. Первый этап мы собираемся завершить уже в конце этого года. Следующий этап – это июнь-июль 2018 года. И на начало 2019 года – это по завершению последнего этапа. Спектр работы достаточно широкий, начиная от строительства новых установок по выработке определенных видов продукции для наших потребителей. Основным нашим потребителем является компания, будет компания «Сокар Полимер». Находится она совсем недалеко от наших действующих объектов. Строится на территории Сумгайдского химического парка. В принципе, процесс строительства этого предприятия мы должны успеть к началу технологических процессов там. Мы должны успеть с нашим сырьем, чтобы обеспечить их в необходимом количестве и в качестве, разумеется. Почему итальянская компания? То есть, это привлечено к реализации проекта реконструкции завода «Этилян-Полиэтилян». Были тендерные какие-то процедуры. То есть, как это все проходило? Дело в том, что вопросами модернизации существующих производителей занимается не так много компаний. В этой области и, скажем так, компаний, желающих взять на себя обязательства по срокам и по объему работ, было не так много. Мы совместно с нашими консультантами провели большой объем работы и выбрали компанию «Технип», потому что она уже осуществляла подобные работы на других предприятиях. Я думаю, что мы успешно сможем подготовить всю необходимую проектную документацию в сроке, закончить все процедуры по закупке оборудования, выборы наших строительных подрядчиков. И работы уже начались, скажем, физически. Я очень надеюсь, что мы ни в сроках, ни в, скажем, в нашем партнере мы не ошиблись. Я надеюсь, что эта компания сможет выполнить все взятые на себя обязательства. Сложная задача, но я думаю, что она им под силу. Разумеется, мы, скажем так, сами тоже, как заказчики этих работ, очень серьезно готовимся к определенным технологическим вопросам, которые могут возникать в процессе модернизации. И мы на ней подписали контракт с компанией, которая будет контролировать также, параллельно с нами, ход этих работ и консультировать нас. Это компания Киэбиар, Сокар Киэбиар, есть совместное предприятие с этой компанией. И я думаю, что мы вот общими усилиями этот вопрос сможем осилить в оговоренные сроки. Надеемся, что так и будет. Господин Бабаев, по поводу инвестиций. Это же очень интересно. Есть такая информация, что общий объем инвестиций, проект модернизации нефтехимической промышленности составит завода этилен, полиэтилен, составит 300 миллионов долларов. То есть, действительно ли это так? Есть ли уже конкретные какие-то цифры? И от чего вот зависит положение инвестиций? Мы такую цифру не озвучивали официально, потому что в настоящее время идут проектные работы, и цена меняется, общая стоимость работы будет меняться. Еще по поставке оборудования многие контракты не подписаны, цены многие еще не установлены. А по строительным работам они чисто прогнозируемые, возможные прогнозируемые цифры, которые могут быть, скажем, оценены, строительные работы. Все очень приблизительно, поэтому цифра 300 миллионов, она достаточно, скажем, не конкретная, не точная. Но в процессе работы, я думаю, что мы сможем к ней более точную цифру озвучить где-то к апрелю месяцу этого года, потому что уже будут завершены все оценочные работы по оборудованию, по закупкам со стороны технипа, и также выбор строительного подрядчика. Говоря о цифрах, и снова возвращаясь к теме инвестиций, а вот есть уже предварительный бюджет, все-таки модернизация-то уже идет, то есть, как вы сказали, в октябре завершится первый этап. В этом году какой бюджет на модернизацию, и куда вот эти средства будут направлены? Работы начались в 2016 году, уже определенные выплаты по контрактам были осуществлены. Сокар подписал контракт, соответствующий с Международным банком Азербайджана, на кредитование этих проектов. В прошлом году уже было выделено порядка 30 миллионов евро на эти проекты. Я буду переводить в валюту, так будет удобнее оперировать цифрами. Я думаю, что общий объем инвестиций в этом году превысит 150 миллионов евро. Проекты модернизации, они прежде всего также включают то, что открываются новые рабочие места. То есть, вот проекты модернизации, да, вот предприятий, входящих в производственное объединение, Азерхимия, они вот включают ли открытие новых рабочих мест? Если да, то вот сколько, к примеру, в этом году будет открыто новых рабочих мест? Спасибо, очень важный вопрос. Думаю, что многих интересует, в частности, те, кто ищет работу. Процесс приема на работу в Сокар, в Азерхимии, он, в принципе, никогда не останавливался. Мы принимаем на работу и ищем специалистов внутри Азербайджана и даже за пределами, которые готовы работать в Азербайджане. Этот процесс у нас, он идет достаточно перманентно, он не останавливается. И вы абсолютно правы, что с расширением производства, который у нас будет, разумеется, у нас будет увеличен штат сотрудников, которые будут обслуживать новые установки. Но до этого еще у нас будет период строительства. На период строительства будет нанято несколько сот человек, которые будут заниматься строительством непосредственно объектов. Там и гражданское строительство, и специально-техническое строительство. Поэтому... Это как непостоянное рабочее место? Непостоянное, да. А вот постоянное? Постоянное. Пока проектные работы продолжаются, компания «Технип» нам в скором времени представит список из сотрудников, которые будут обслуживать каждую установку в отдельности. В принципе, по модернизации существующих объектов, там штат сотрудников сильно меняться не будет. Но новые объекты, которые будут сдаваться, разумеется, в новых объектах будут набираться новые специалисты. И мы этот процесс уже начали, потому что мы должны их еще подготовить. Сокар вложились в этот проект, в проект модернизации. Почему государственная нефтяная компания пошла на это? Этот проект для Сокара очень имеет большое приоритетное значение. Мы производим в Азербайджане достаточно большой спектр химической продукции, ну, в основном, которая экспортируется в виде сырья. Цель этого проекта – превращение сегодняшнего нашего производимого сырья в конечную продукцию. Создание компании «Сокар Полимер» и создание полипропиленового производства в Азербайджане, а в дальнейшем и производства полиэтилена высокого давления, позволит нам закрыть цепочку. Вы знаете, полимеры сегодня, скажем, это и настоящее, и будущее, потому что постепенно потребители переходят от естественного сырья, то есть от дерева, от стекла, от металла, переходят к пластику, переходят к полимеру. Поэтому и полимеры в нашей жизни, они все больше и больше занимают место. И я считаю, что мы буквально через несколько лет, кроме того, что мы сможем сегодняшнюю нашу производимую химическую продукцию дорабатывать, перерабатывать на существующих наших новых предприятиях, это, во-первых, чисто экономически очень выгодный проект. Мы его сможем достаточно в короткие сроки окупить, я имею в виду и вложенные инвестиции в модернизацию завода «Теремполиэтилен», также и в новое производство полипропилена и полиэтилена высокого давления. Это позволит создать предприятие по производству уже непосредственно товаров и продуктов на рынок потребителей, конечных потребителей, скажем, нам с вами. И это позволит снизить зависимость от импорта, потому что если вы сегодня обратите внимание на продукты ежедневного пользования, бытовой химии, то вы увидите, что процентов 80 продукции ввозится из-за рубежа, лишь, может быть, 15-20% производится местными предприятиями. Создание этих производств позволит нам сэкономить и создание новых производств, создание новых рабочих мест, развитие именно нефтехимии, скажем, этого сегмента, сегмента в Азербайджане, которого практически не было. И я думаю, что будет иметь большой экономический эффект на все остальные смежные производства. И думаю, что для, скажем, нефтехимической промышленности Азербайджана это будет новым этапом развития. И мы будем еще более конкурентоспособны на рынке. Мы будем производить продукцию, которая и, скажем так, по цене она будет, соответственно, более выгодна нам и по качеству продукции, и по новизне продукции, потому что будет выработан целый спектр продуктов, которые в Азербайджане до этого не производились. Разумеется, часть будет нацелена на возмещение внутреннего спроса, но и часть будет уходить на экспорт, то есть будет экспортироваться. А вот что все-таки предпочтительное, когда на экспорт продукция поступит? То есть, я так понимаю, все-таки региональные рынки более предпочтительные будут? Или все-таки... Вы знаете, нельзя сказать, что на сегодняшний день потребителями являются, начиная от соседних стран, Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Россия, Украина, Китай, арабские страны, некоторые продукты идут в Африку. Я не знаю, насколько география расширится, но уверен, что экономически Азербайджан выиграет, потому что мы, как минимум, транспортировка полимеров, она обходится дешевле, чем транспортировать полуфабрикат. Раз. Второе. Цена на готовую продукцию, она, разумеется, намного выше. Поэтому экономически это выгодный проект, и мы уверены, что он принесет большие дивиденды стране и СОКРу, разумеется. Вот здесь самое то, сейчас сказать по поводу того, что производственная мощность предприятия, да, насколько она возрастет после модернизации? В отношении поляпропилена мы планируем увеличить до 180 тысяч тонн мощности. В отношении этилена они останутся прежними. В отношении выпуска других видов продукции, в принципе, останутся на прежнем уровне. Но увеличится сырьевая база. Мы рассчитываем на получение других видов сырья для производства пропилена и этилена. И я сказал бы, что еще в определенный момент мы по качеству продукции выходим на новый уровень. То есть поставляемое нами сырье, которое будет направляться на СОКР-полимер, они, соответственно, будут отвечать тем требованиям, стандартам, которые уже, скажем, будут предъявлены со стороны потребителя. Они достаточно высокие. Для этого сейчас Технипу была поставлена задача, чтобы мы могли достичь этих требований. И как раз в процессе модернизации это не только увеличение производства, но и увеличение качества поставляемой продукции. Господин Бабаев, когда мы говорили, когда вы отвечали на другие вопросы, затронули такую тему по поводу модернизации установок. Одна из таких масштабных проектов — это именно модернизация установки этилен-полиэтилен, ЭП-300. Недавно был подготовлен отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Что этот отчет включает в себя? Общественные слушания прошли. Какой итог общий такой был вынесен? Это обязательная процедура. Общественные слушания. Мы нанимаем специальную компанию, которая проводит оценку воздействия на окружающую среду. Это достаточно широкий спектр вопросов охватывает. Мы наняли организацию, которая провела для нас это обследование. И они были представлены на суд общественности. Я бы вам сказал, что вопрос сегодня наличия вредных производств Сумгаити практически минимизирован. И все вредные производства, которые были в Азерхимии, вредные, опасные производства, устаревшие производства, они были в период 2011-2013 год консервированы либо закрыты. Работы, которые будут проводиться нами в процессе модернизации, они также нацелены на то, чтобы все, что будет производиться в Азербайджане, и все эти работы, которые будут проводиться в Азербайджане, они приведут к еще большему уменьшению воздействия на окружающую среду. То есть это и, соответственно, будет влиять на наши выбросы в атмосферу, в воду и в окружающую среду в целом. Думаю, что это стандарт, это требование. Сокар сегодня практически на всех своих новых производствах жесткое требование, что любые производства, которые создают, они должны быть дружелюбны к природе, они должны сделать по максимуму защищенность. Требования, которые ставятся, они очень жестко и контролируются, и, соответственно, нами выполняются. Сумгаид на сегодняшний день, это, может быть, является пионером в Азербайджане в области промышленного развития. И уверен, что это приведет к тому, что Сумгаид будет одним из самых крупных промышленных центров в регионе. Эту задачу ставит и глава государства, и во время приезда своего в прошлом году, в октябре месяце, очень много было поручений именно по развитию Сумгаида как промышленного, большого промышленного центра. Все эти поставленные задачи, они выполняются. Я уверен, что мы вернем былую славу Сумгаида как крупного и нефтехимического центра нефтехимической промышленности, но я надеюсь, что и другие производства, которые на сегодняшний день очень активно развиваются, они смогут обогатить наш город новыми, очень современными производствами. В общем, стереотип будет сломан по поводу того, что химическая промышленность – это обязательно проблемы с экологией. То есть к Сумгаиду это относиться совершенно не будет? Мы уверены, что в процессе всех этих работ Сумгаид как промышленный центр не будет уносить природе вреда, и я надеюсь, что это будет находиться под очень жестким контролем как предприятий самих, так и со стороны соответствующих органов государственного контроля в экологической сфере. Очень надеемся, действительно, что модернизация вернет былую славу нефтехимической промышленности Азербайджана, развитию нефтехимической промышленности Азербайджана, тем более учитывая, что в масштабах Советского Союза это была одна из крупнейших. Но сейчас, наверное, это будет в масштабе всего мира или как? Ну, как минимум региона. Дело в том, что, вы знаете, развивается не только нефтехимия, но и газохимия. Прошу вас не забывать, да, сегодня Сокар строит большой завод в Сумгаиде по производству минеральных удобрений. Завод по узкой карбамида – это очень современное производство, это переработка нашего природного газа, это диверсификация, одно из направлений диверсификации производства, потому что этот продукт, во-первых, очень важный для сельского хозяйства, раз он будет потребляться как внутри страны, так и будет экспортироваться за рубеж. Дальше это карбамид, также продукт для его переработки, он будет как и сырьем для производства других продуктов, чем нужных в стране. И Сокар также сегодня оперирует заводом по выпуску, по производству метанола, это тоже производство газохимическое, газохимия. Поэтому, да, я уверен, что в ближайшие несколько лет мы сможем, как минимум, по, скажем, по сетке производимой продукции, мы сможем достаточно большие объемы производить, экспортировать, это, конечно, будет влиять на… Возрождение былой славы, да? Возрождение былой славы, ну и как формирование Сокар, как большого холдинга, большой компании, которая имеет уже всю цепочку… Всю цепочку, да, помимо нефти и газа, да, там… Возрождение в готовую последнюю продукцию, финальную продукцию. Спасибо большое, господин Бабаев, за интересную беседу. Надеюсь, что это наша не последняя с вами встреча. Спасибо большое за интересную беседу. Мы надеемся, что мы продолжим наше сотрудничество. Благодарю вас. Спасибо еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова